Добрый день! И мы на этой неделе находимся в недельной главе Итро. В этой главе мы будем получать 10 заповедей, и все должны прийти в синагогу, чтобы слышать, как их будут читать нам из свитка Торы, который передал нам сам Маше Робейм. Но глава начинается совсем как бы с другого. Что? Словами Итро, жрец Медьяна, тесть Маше, услышал обо всем, что Бог сделал для Маше и для своего народа Израиля. И Итро, тесть Маше, сыновьями Маше и его жена, пришли к Маше в пустыню, где он расположился станом у горы Божьей, у горы Синай. То есть, кроме того, что глава так начинается, глава, в которой получили мы 10 заповедей, называется именем Медьянского жреца Итро. И множество комментаторов задают этот вопрос, почему она названа именем Итро, что настолько потрясло Итро, и что увидели мудрецы в случившемся с Итро, что уравняли это с получением 10 заповедей. Посмотрим и мы на эту ситуацию, и посмотрим, что мы, евреи 21 века, сможем выучить им отсюда. На языке Торы, и услышал Итро, звучит Вейшма Итро. И как мы уже знаем, или догадываемся, кто как, что глагол Итро на священном языке означает не просто слышать, а понимать. Внимать, понимать. И мы это видели еще в известной фразе «Насэ вэнишма», вернее, мы это и сделаем, и потом поймем, которую скажут евреи в следующей главе, и за которую они получат от ангелов каждый по две короны. И объясняет далее в своем комментарии Равма Шефранк, а я слышал это от Рава Михаэля Гитика, что на иврите есть несколько значений, передающих понятие «понимать». Леговин, понимать сказанное, ничего не затрагивает души, а лишь относится к минимуму, минимальному уровню человеческих возможностей. Понимать услышанное. Легескель, разуметь, это проникновение уже информации в разум, в хескель, но, как известно, мы можем с этим разумом и не соглашаться. Нормальная практика. И есть еще одно значение. Слышать сердцем. Лишмо. И мы все хорошо знаем этот глагол еще из Шма-Исраэль, Ашем-Элакейну, Ашем-Эхат. Но что же такое услышал и Тро, и услышал сердцем, что услышал и пришел? И задает этот вопрос на этот кусочек, и услышал и Тро, и Великий Раши. И он отвечает, он задает вопрос, какую именно весть он услышал, что он пришел в стан Израиля. И отвечает, весть о развержении Тростникового моря и о войне с Амалеком. Ну и что? Что за Америку нам открыл Раши? Действительно, эти два события происходили, но почему только эти два? Были еще 10 казней, потопление египтян, огне злыб столб, облака славы, много чего там было. И объясняет Ромой Шефранк, что эти явления, развержение моря и война с Амалеком, это два абсолютно полярных явления. И именно эта разница полюсов вытолкала и Тро идти к евреям, идти в стан сыновей Израиля и становиться евреем. Более того, эта разница полюсов во все времена, до сего дня, создает это напряжение, которое побуждает подобное Тро всех других, кто ощущает это напряжение, в каждом поколении прийти к Торе. И мы говорим не о неевреях, ну, каким было и Тро, а в первую очередь мы говорим о евреях. И истина звучит не очень хитро. Она лежит в основе всякого движения человека. То, что говорит Раши, разъясняя нам урок Тести Маше, это понимание того, что среднего в этом мире не дано. И есть две полярные крайности. Какие? С одной стороны, раскрытие Всевышнего и некий духовный толчок, они у каждого свои, тогда у евреев, вышедших из Египта, чтобы вытянуть их из 49-й ступени нечистоты, нужен был тот еще толчок, толчище. Им стал разрыв моря. Нам не понять глобальности произошедшего. Это было явление, соединившее момент в том настоящем с моментом сотворения мира. Корень разрыва границ был установлен еще во второй день творения. И мы помним, и я процитирую, и сказал Бог, пусть посреди воды будет свод, и пусть Он отделяет верхние воды от нижних вод, и создал, и Бог создал свод, и отделил воды, которые под сводом, от вод, которые над сводом. Поэтому тогда, в тот момент перехода сыновьями Израиля моря Суф, были разорваны все воды. И это описывает Медраж, который пишет, что вода разошлась во всем мире. У всех, в каждом доме разошлась вода, даже в стакане. И поэтому о чуде, которое, когда море раступилось, чтобы пропустить сыновей Израиля, знали все. Именно тогда из-за этого пришли вожди народов мира к Беламу и спросили к Беламу, да, пророку уровня Машеребейну у народов мира. И что, Бог готовится навести еще один потоп? Такое-то было впечатление. В общем-то, это было великое потрясшее всех чудо, которое сделал Бог для сыновей Израиля. И о нем знали все. Именно, да, но чудо может быть только хорошим триггером, толчком. Но разового чуда обычно в большинстве случаев недостаточно, чтобы серьезно изменить мировоззрение и жизнь. И эту ограниченность, влияние чуда на нашу жизнь, на наше мировоззрение, доказывает Амалек. Амалек. Доказал тогда Амалек. Он тоже был впечатлен происходящим не меньше всех остальных. Но он первым пришел в себя и прошел 350 километров, чтобы напасть на евреев, тем самым доказывая ту истину, которую понял Итро. Если не присоединиться к состоянию народ Израиля, то человека ожидает спуск все более и более быстрый и в конечном итоге состояние Амалек. А кто это Амалек, которого мудрецы называют Эсав Шебе-Эсав? Эсав был еврей-мумор, еврей, отказавшийся от своего еврейства, от своего удела в будущем мире, который полностью подчинил себя материальности. Так вот, Амалек это Эсав в квадрате. Учетверенная материальность. Итро понял, понял всем сердцем Ваишма, что есть два, всего два состояния в этом мире. Истинное и ложное. Для нашего дигитального поколения будет понятно, что есть только две цифры. Нолик и единица. Те, кто постарше, помнят и мне рассказывали старшие товарищи, что были огромные вычислительные машины, считывающие информацию, записанные на перфокарты, в виде комбинаций ноликов и единичек. Это все, что нужно было в огромной вычислительной машине. Нолик и единичка. С помощью этих двух состояний мы можем прийти к тому выводу, который привел Итро к Израилю и который Итро почувствовал всем своим сердцем. Эти два полярных состояния два полюса и об этом говорит нам Раши. Либо мы присоединяем себя к истине, либо скатываемся в самую-самую грязную ложь, либо мы обретаем вечность, либо наша личность нивелируется. И в этом заключается наш основной выбор. Лично каждого из нас сегодня или мы нолик, и это не про моего друга Аронакива привет, мы или мы нолик, ничего, пустота, или мы единица, полнота, значимость, смысл, цельность существования. И Итро выбирает истину, Итро выбирает смысл, Итро выбирает Бога и для этого стал частью народа Израиля. Мы уже часть народа Израиля, но выбрали ли мы Бога, движемся ли мы к полноте и к цельности или кто медленнее, кто быстрее катимся в пустоту. Вот какой урок дает нам выбор Маше, и вот почему им названа глава, в которой мы получаем 10 заповедей, и вот над чем нам всем нужно задуматься на этой неделе, в этой одной из самых значимых глав в Торе и прийти к правильным выводам. Брахава от слаха, благословения и успеха на этом сложном пути, в этом сложном выборе и в этом остаемся и дальше в поисках смысла. ВОЛНИТЕЛЬНОМ ВОЛНИТЕЛЬНОМ